Профсоюзная организация ЗАО «Совхоз имени Ленина» совместно с клубом «Золотая осень» организовали для пенсионеров народного предприятия посещение контактной деревни. Субботним утром автобус доставил пожилых людей вместе с внуками и даже правнучкой на место проведения досуга. Будем все смотреть. Для этого мы и приехали. Говорят, какие-то там, что там, масленица грядет или что там? Масленица. Я не знаю, какое там. Да, будь скорой масленица. Экскурсовод контактной деревни объяснила правила безопасности при общении с животными. Иди сюда. А вы сколько доехали? Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, какой у нас скоро праздник? В марте. Масленица. Масленица, конечно. Что мы делаем в масленицу? Блины печем. Да, что нам нужно для блинов? Мука. Мука. Молоко. Масленица. 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 Мы хотели сегодня раздобыть все ингредиенты и потом испечь блинчики. Мы ходим в группы и не разбегаемся. К животным самостоятельно не подходим. Договорились? Да. Все, пойдемте. Пойдемте. Держись. Это лошадь. Смотри, Бай, это лошадь. Родина Англия. И раньше такие лошадки работали в шахтах. Несмотря на то, что она такая маленькая, она очень сильная. И может увезти за собой более 500 килограмм. Смотрите, эту лошадку нам нужно было с вами рассчитать. Как правильно подходим к лошадке. Затем покатала детишек на карликовые лошадки. Затем покатала детишек на карликовые лошадки. Ну как, тебе понравилось? Почувствуете, что вы сказываетесь в обморке или в низке, не говорите, что я остановилась. Хорошо? А тут вот так тупо. Договорились? Да? Здравствуйте. Как тебя зовут? Как только уходим. А ты с кем здесь? С бабулей? С миной, скажем. Сейчас бабуль, дедуль нет. Сейчас по имени называют. Да вы что? Время другое назвали. Нина. Даже без отчества просто, да? Представьте, просто бабушка. Вот видите? У нас бабушка. Она прабабушка. Она даже прабабушка. Прабабушка она ей, да. Прабабушка звала. Потом бабнина. Потом гнина. Вот это моя подруга. Вот так. Не держались от такого развлечения и люди постарше. Давайте руку. Бабушке сказали можно. Спасибо за лето. Всего вам. Бабушке. Я думаю, вы не скажете. Давайте. Поймали. Впечатление было хоть отбавляй. После осмотра вольеров с животными, расположенным под открытым небом, всех ожидали приятные посиделки у русской печи. Кстати, и приготовление блинов из намолотой собственными руками муки. Заместитель директора Наталья Потапкина выразила уверенность, что запланированная на этот день экскурсия понравится и взрослым, и детям. А проведенное совместное время укрепит понимание и взаимоотношения между поколениями. Сегодня у нас мероприятие, посвященное Масловаце. Ну, несмотря на такую плохую погоду, все равно наши ветераны, пенсионеры ЗАО Савхоз Ленина приехали сюда с внуками. И сейчас мы начинаем нашу программу. Я думаю, что все получится у нас замечательно, как всегда. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ Савхоз. До скорого. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова